Добрый день, меня зовут Климент и сегодня я расскажу вам про трёхмерный редактор Wings 3D. Его основное преимущество это бесплатность, свободно распространяемость. То есть он имеет лицензию с открытым исходным кодом. Если вы программист, вы его можете дописать под себя. Теперь дальше. Дальше. Он кроссплатформенный. Кроссплатформенный, что это значит? Это значит, что его можно запускать на разных операционных системах. Windows, Mac и Linux. Он имеет небольшой вес, в этом тоже его преимущество. И не требователь к ресурсам компьютера. Что же может Wings 3D? Wings 3D это трёхмерный редактор для моделирования полигонами. То есть это полигональный моделлер. Он не поддерживает анимацию и рендеринг. То есть в комплекте он не поддерживает ни анимацию, ни рендеринг. Модель, если вы хотите отрендерить, то вам надо будет пользоваться, какие-нибудь сторонние программы использовать. Так, пошли дальше. Значит, как мы видим, в нём делают разные модели. Довольно качественные. Значит, конечно же, хочу сказать, что он не может конкурировать с такими программами. Как 3D Max. Редактором. Ну, в галерее тут не особо много чего показано. Ну, в общем, общий вид редактора есть. Значит, он бесплатен, он лёгок и он кроссплатформен. Значит, в нём можно делать довольно качественные работы. Так, теперь поехали дальше. Он поддерживает UV-развёртку. То есть в нём можно сделанную модель, ещё и натянуть на неё текстуру. Вот мы видим процесс, автоуэй, есть такая штука в нём, разворачивает данную ножку стула. Вот, в нём вот можно делать технику. Для техники, для игровых моделей это вообще редактор великолепный. Хотя в нём можно делать и персонаж. Этот редактор позволяет легко, легко моделировать и правильно. Значит, почему правильно? То есть его архитектура сделана так, что вы неправильно просто... То есть модель надо ещё стараться, чтобы построить неправильным образом. Сетку обычно мы привыкли в каких-нибудь редакторах типа 3D Max. Сетку встроить и там множество треугольников у нас попадаются. Там использовать какие-то... ...булян операции для вырезания каких-то дыр в объекте. Вот. И у нас этих, конечно, операций делают множество... ...таких неправильных участков сетки. Артефактов. Вот. Значит, я вам сейчас покажу на примере Wings 3D, как можно вырезать дырку. Довольно просто. Вот мы будем в кубе сейчас вырезать дырку. Потом мы закруглим его углы. Вот. Ну и сделаем какую-то модель. Вот давайте посмотрим, что ж такое Wings 3D. Wings 3D имеет вот такой простенький интерфейс. Значит, в нём есть темы. Сейчас я их показывать вам не буду. У него есть плагины. То есть... ...вполне возможно, что его можно расширять. И ему можно подключить к нему рендеры внешние. Так, дальше. У него есть OV Editor. Но сейчас нечего у нас редактировать. Поэтому он нам не так и написал. Значит... Также есть шейдеры. Но опять-таки я их показывать вам пока что не буду. Значит, давайте мы создадим куб. Правой кнопкой мыши клацую. По вьюпорту. Создаю куб. Вот такой у нас кубик, в котором молча. Так. Можно изменить вот арктиру. Очень просто. Значит, что мы будем делать с этим кубом? Давайте мы из него сделаем деталь для поршня. Это у нас будет шатун. Или как он называется. Нам надо его проскейлить. По всем осям. X, Y, Z. Чтобы снять выделение, нам надо нажать пробел. Давайте теперь моделировать. Для начала вырежем дырку. Как видите, это довольно сделать просто. Теперь мы построим новую шатуну. Или как это он называется? Не, это шатун, по идее. Да. Так стоит. По-нормали. Теперь нам надо сделать сделать и тут. Такую вот штуку. Будем скейлить по оси X. Вот так. Скейли аксесс. X. Эту часть. Так поднимем. Можно еще поднимать. Еще поднимем. вот где-то там. Вот где-то там. Так. Теперь мы давайте сделаем вот что. скруглим. 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 Скруглим вот эти части. дальше. Делаем немножко не так. Вот это мы уберем. Еще раз. Где-то так, где-то так, но опять-таки не так. Сразу сделаем скружление тут. Так. Например, мы его скруглили. Так. По всей поверхности. Можно было, конечно, это все сделать сразу. Ну, я протупил. Так. Так. Теперь вот мы соединяем этими шины. Как видите, справлять такие вещи очень просто. Построение сетки, конечно, узнать нужно. Это без вопросов. Но, все-таки, все-таки Winx позволяет такие вещи делать довольно или плохо. Быстро. Такие вещи, как исправление сетки. Так. Собственно, вот мы ее исправим. Так. Теперь у нас вот есть такие места. Да. Давайте. Попробуем их поделить. Вот. Что же у нас получилось? Так. У нас получилось вот такая вот картина. вот так. Чтобы сделать сетку правильно. Чтобы сделать сетку правильно. Вот так. Сделаем вот такую. Вот такую. Теперь нам нужно сделать правильный. Делаем true. Все очень просто. Мы делаем наш шатун. Давайте это запрыгну. Делаем. Вот что у нас получалось. Так. Там есть небольшие дефекты в сетке. Вот. Их конечно можно исправить. Можно не трогать. Такие треугольники в принципе идут к скалу. Ну конечно их можно опять таки исправить. Таким образом. Как видите, эта сетка является правильной сеткой. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Действие сделал. Таким образом. Это вот Безусловно Вот у нас почти готово не измельчиться. Продолжение следует... Теперь давайте рассмотрим что у нас тут. Итак, можем что сделать. Опять-таки сделать консет и вырезать наше отверстие, которое нам понадобится. Продолжение следует... Так. Значит, тут мы опять-таки скашивание делаем. И клавиша L. Делаем... Круглое наше отверстие. И так же сделаем круглое отверстие здесь круглое. Так. Эти граммы можно поднять. Нормально. Значит, смотрите, что мы делаем дальше. Дальше. Так. 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 Сейчас проверим. Вот у нас получился наш шатул. Все готово, соединяем вершины, убираем лишние. Получаем. Получаем правильную сетку. Теперь нам надо понять, что нам делать с этими. Чтобы это понять, первое их надо поставить на один уровень с вот этими вершинами, которые тут находятся. Выбираем плату правой кнопкой мыши. Не совсем кто сделал. Еще раз вкладываем. У правой кнопкой мыши. Вот. И у нас наши грани стали в нужное нам положение. Теперь нам надо сделать, чтобы эти грани по оси X были в положении в том же самом, что и эти. Опять таки флэп там. Правой кнопкой мыши X. Готово. вот наш шатун. Можно скруглить чуть-чуть. И тут. Как видите, у нас получилась довольно красивая модель. есть, конечно, недочеты, но их можно легко устранить. Так. Вот так. Вот так. И тут. Поехали. Первый недосчет я устранил. Вот теперь тут еще есть такая штука. Вот он у нас может быть. Так можно еще красивее его сделать. Как же нам его сделать красивым. Вот эту вещь. По-любому. Надо чуть ниже опустить. По играх. Теперь. Обычно для того чтобы шатун был легкий. Есть. Такие штуки делаются. Так. Бивл. Не подходит. Бам. Вот нам как раз вот тут подходит. Бам. Давайте посмотрим что получится. Ну что. Похож? Похож. 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 В. Похож. 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 Подпису сейчас. О. Похож. В. Видим, чтобы он не был такой уж обтекаемый, как он есть. Так. Плюс. Можно еще тут сделать разрез 1 и выделяем. Вот наш шатун готов. В следующем уроке я расскажу вам, как сделать поршень. Всего доброго. До свидания.